Радость праздника преображения Господня. Митрополит Смоленский, Дорогобужский и Сидор разделил с жителями поселка Красный и прихожанами Смоленского кафедрального собора. Важным событием для сельчан стало также освящение нового колокола. Обо всем подробнее в материале наших коллег. Вся нынешняя неделя посвящена двунадесятому празднику преображения Господня. Во всех православных храмах Смоленской митрополии прошли службы, но особенно это торжество проходило в поселке Красный Демидовского благочинья, так как там находится церковь, названная в честь преображения Господня, постройка XIX века. Упоминание об этом населенном пункте находит еще в Ипатьевской летописи XII века, когда смоленский князь Давид Ростиславович, захватив Витебск, передал Красный в удел племяннику, витебскому князю Роману. До XVII века Красный переходил от России к Речи Посполитой и обратно, утопая в яблоневых садах, поселение Издревле оправдывало свое название Красный, значит красивый, уютное, проникнутое духом старины. Храм в поселке Красный является исторической достопримечательностью Смоленщины. Здесь несколько лет назад были проведены реставрационные работы, обновленный коностас, заказанные колокола на звонницу. Один из них был привезен накануне 1030-летия Крещения Руси. Всем миром собирали средства на его приобретение. Как бы был совместно обсужден этот вопрос, что нужно вот как бы на благо наших прихожан приобрести колокол. Соответственно было обращение меня как исполняющего полномочия к людям, так сказать, одаренным финансовыми возможностями оказать помощь. Ну, люди откликнулись, помогли. Праздничную службу проводил митрополит Смоленский и Дорогобургский Исидор вместе со священнослужителями Успенского собора и Демитовского благочиния. Владыку встречали традиционным хлебом с солью, вознаменованием знакового события. Дорога к храму, вокруг которой выстроились прихожане, символично была выложена живыми цветами. Как сказано в Священном Писании, Сын Божий взял своих любимых учеников Иоанна, Петра и Якова и взошел с ними на гору Фавор с целью помолиться Отцу Небесному. Здесь во время молитвы его лицо просветлело подобно солнцу, а одежды стали белее снега. Конечно же удивились этому необычному явлению, когда на небе перед ними стоял вознесшийся Господь, а рядом с ним стояли Моисей и Илья, и наставляли Господа о предстоящих, как нам говорит Иван Грислука, событиях, связанных с тем, что Ему, Христу, надлежит быть предану, распяту, умреть на кресте. В этот же день состоялось освящение нового колокола, которое отлили в Москве и приурочили непосредственно к престольному празднику. Событие состоялось благодаря инициативе священства и поддержке руководства муниципального образования. Проникновенные слова митрополита настроили прихожан на благочестивый лад. Радостное настроение создали и мелодичные перезвоны колоколов, которые мастерски исполнил приглашенный московский звонарь Даниловой Звонницы. А продолжение праздника уже состоялось в Смоленском кафедральном соборе. На следующий день возглавил службу митрополит Исидор. На службе присутствовало много прихожан и гостей города. После чтения Евангелия Владыка обратился к прихожанам с проповедью. И здесь, сегодня, в день преображения Господня мы видим, как этот божественный нетварный свет осеивает Бога нашего Иисуса Христа и проникает во все сферы жизни человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова